У Евросоюза впервые появилась форменная одежда. Её будут носить сотрудники агентства пограничной службы и береговой охраны Frontex, которая выпустила по этому поводу рекламный видеоролик. Форма слегка напоминает костюмы из фантастических фильмов «Звёздный путь». Но под настоящему поставить пограничников в неудобное положение могут предъявленные им обвинения в запугивании мигрантов и незаконных операциях с целью не допустить проникновения беженцев на территорию ЕС. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством Олаф начало расследование в отношении Frontex. Олаф отказалась дать дополнительные комментарии, сославшись на необходимость защитить конфиденциальность текущих и возможных последующих расследований, а также судебных разбирательств, личных данных и процессуальных прав. Как это обычно бывает, Олаф, вероятно, ограничится предоставлением рекомендаций правоохранительным органам стран-участниц Frontex, чьи сотрудники попали под подозрение. А некоторые государства призывают строже охранять общие рубежи и не пропускать через них нелегалов. В ответ на запрос Евроньюз пограничное ведомство сообщило, Frontex полностью сотрудничает с Олаф, визиты сотрудников Олаф в агентства, учреждения и организации ЕС являются нормальной практикой хорошего управления. Важно отметить, что такие посещения не обязательно подразумевают злоупотребление служебным положением. На запрос корреспондента Евроньюз ответил представитель Еврокомиссии по внутренним делам. «Как и в случае любого расследования сотрудниками Олаф, любого европейского органа, мы ожидаем полного сотрудничества», — сказал Адальберт Янц. «Что касается вопроса о доверии к руководству Frontex, то мы уверены, что с помощью проводимых процедур и при сотрудничестве этого руководства все обсуждаемые в настоящее время вопросы могут быть решены конструктивно. Еврокомиссия будет работать над этим справлением и исполнительным директором». Не впервые пограничное ведомство сталкивается с обвинениями в нарушении международного права и плохом управлении, хотя руководство Frontex всегда это категорически отрицало. Ожидается, что расследование обвинений в его адрес займёт довольно продолжительное время.